Если вашему топору холодно этой зимой, пожалуй, придется сделать ему одежду. И всем здрасте, всем привет, это Речь Кульф, и в этом, в этом выпуске должно было быть чехол для телефона, но все пошло не по плану. Сначала я простудился, потом не пришли расходники, короче, будем делать чехол для топора. Погнали! И начинать мы будем, конечно же, с выкройки. Выкройка делается несложно, но муторно. По сути, ваша задача обвести на бумажке топор, сделать припуски и, естественно, вот эти ремешки, которые можно, ну, естественно, сначала вы их прилаживаете просто на малярку, это уже финальная, так сказать, выкройка. Вот это, как видите, склеенное. Это у нас верхняя часть, чехол получается глухой. Не в смысле, что этот чехол нихера не слышит, а в том смысле, что он не будет пропускать влагу сверху вообще никак, то есть с ним можно там по лесу шара... шара... шараёбиться. Ладно. Короче, удобная штука, и такие вот будем делать. Вот уже кожаные результаты. Кожаные результаты звучат отлично. Всё уже зарезано, всё уже зарезано. Получается примерно вот такая вот штукенция. Вырезаю это всё за кадром, потому что это долго и неудобно снимать, потому что когда сбоку... ну, я уже говорил, у меня получается так, что камера откуда-то сбоку, она то не захватывает, то захватывает, то что не надо. Примерно так получается. Вырезав всё по уже изготовленным заранее из бумаги шаблоном, прокатываем разметку, чтобы по ней уже долбать отверстие. Думаю, здесь объяснять ничего не нужно. Вы уже не первые, это уже не первый ролик по коже. Но я всё же буду объяснять. Объяснять буду, но не всё. Так, кромкорезом убираем кромочку. Надеюсь, всё хорошо видно. Всё видно не очень. Настало время пробойника. Поехали. Да, я уже говорил в начале ролика, я слегка просытыл, так что извиняюсь за мой голос. Мы отрезали ещё вкладочку и вот этот вот... Вот эта красота будет у нас на чехле. Будем делать пирографию. Конечно же! Так, карандашиком всё обвели. Убираем трансфер. И получается вот такая вот красотища. Мне нравится. Детали буду добавлять по ходу дела ещё. Но основу, скажем так, я сделал. Да, пока я ставлю камеру. Немножко объясню вам про то, что... Постараюсь поменьше говорить. Горло дико дерёт. Но не хочу, чтобы вы сидели без ролика. Поэтому буду поменьше болтать и побольше делать. Окей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Наковально засовываем Это я показываю, как клепать, если кто не понял Одеваем сверху заклепку Берем здоровенную ударную крестовую отвертку Или просто крестовую, если у нас есть И бьем сверху молоточком Но без фонотизма Итак, закончили с прошивочкой Все заклепали, расклепали Все прошили Я уже вроде это говорил, но не важно Все прочно, все крепко, все аккуратно Все узелки я подпаливаю И капаю на них капельку циакрина Ой, цианакрилата Короче, чтобы все это не развязалось внезапно Чехол абсолютно водонепроницаем будет сверху Потому что Потому что я натру его воском Помимо того, что он наглухо зашит сверху Он еще и будет обработан водоотталкивающим материалом Все, включая швы Внимательно и тщательно Втираем его Вы же понимаете, не как паштет на хлеб Тонким слоем и круговыми движениями Все готово Воск впитался Воск впитался Все узоры стали подчеркнуты Топор у нас теперь защищен от влаги И хоть и час готов отправляться вместе с вами в лес Если вам понравилось это видео Или показалось вам хотя бы просто смешным Не забывайте ставить большие пальцы вверх А также подписываться на канал С вами был Речик Вульф Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин